Здравствуйте! Как-то в давнее еще советское время я бывал часто в одном сибирском городе. Такие там ученые живут. Вот у них я бывал в командировке. Но времена были советские. Командированных то ли было много, то ли еще что. Но в гостинице поселиться было невозможно. И я останавливался вот у этих самых ученых, к которому приезжал в гости. Мы там с товарищем бывают, у них где-нибудь там в коридорчике на полу, тесненько. Но нормально, спим. Жили эти ученые в таком двухэтажном деревянном доме. Ну, в бараке. Ну, в общем, многоквартирный деревянный дом двухэтажный. Такой вот бревна черный, почерневший от дождя, от времени, от сибирского дождя, из сибирского времени. И нам там показывали одну достопримечательность. У них, у сибиряков, есть такое слово плаха. Это я у сибиряков его только слышал. Это не та плаха, на которой можно сложить голову. Это плаха такая толстая-толстая доска и широкая. Очень, кстати, удобно на ней рубить что-нибудь. Ну, например, голову, ну, хотя бы кором. Вот на такой плахе. И вот плаха. Вот, говорит, смотри, мы тебе покажем у нас в санузле плаха есть. Плаха, говорит, замечательная. Ты, говорит, такого-то знаешь? Говорю, знаю. Кто же его не знает? Это один из наших самых тогдашних высокопоставленных был товарищей. Так вот, эту, говорит, плаху ставил он нам. Был такое дело у них. Ну, дом-то деревянный. В доме уже все удобства. Водопровод, санузел. И что-то там сгнило. В этом самом санузле. Проваливается. То есть, буквально, вот, все сверху. Ну, два этажа, ну, все туда пролетает. Уж кому только не писали, кому только не ходили, ничего не помогает. Взяли и написали хорошее письмо в политбюро самому Брежневу Леониду Ильичу. Что же такое? До чего страну довели, что вот в туалете все провалилось, да? Ну, оттуда, не знаю, едва ли Брежнев Леонид Ильич читал про эту вот сгнившую плаху. Но письмо вернулось в обком. И в обкоме поручили тому самому, это когда-то было давно, кто теперь вот в Москве большой начальник на тот момент был. Вот ему поручили выполнить и доложить, устранить. И вот он лично, а плаха какая-то была необыкновенно широкая, необыкновенно толстая, и нужно было где-то искать. И вот сам он искал по всему городу эту плаху, и поставили таки они ее, да? Ответственный человек, он любую работу сделает, между прочим. И что, действительно, все ответственные люди должны заниматься, краны чинить на кухне, да, у всех у нас, да? Я вспоминаю по этому поводу еще одну историю. Это 41-й год, зима, оборон Москвы. Вдруг Сталину приходит информация. Немцы заняли Подольск. А Подольск, это крупный город, южнее Москвы немножко. И немцы его не заняли, кстати говоря. Оказывается, в Московской области есть маленький населенный пункт, деревенька такая, под названием Подольск. Вот ее немцы и заняли. И он к жуку, «Что это у вас там? Немцы Подольск взяли, а вы?» Ну, он говорит, «Тесть Вестарионович, это немцы не Подольск взяли, это они вот взяли маленький такой вот населенный пункт, два домика за врагом. Наши его оставили, потому что удерживать неудобно было». Вот бить немедленно, ну, немедленно туда бросился Жуков. Это он пишет в своих мемуарах воспоминания, размышления. Роту автоматчиков привел с собой, несколько танков, немедленно освободить. Местный командир говорит, «А зачем Юрий Константинович, он же никакого значения не имеет эти два домика-то?» Ну, что я, говорит, ему объяснять буду. Освободили. Ну, вот когда я эту историю рассказываю, значит, есть две реакции. Одна реакция, так сказать, женская. Ну, и хорошо. Вот сделали дело, освободили все-таки. А другая реакция, так сказать, мужская. Ну, что, первое лицо в обороне, да, фактически, командующий, занимается тем, что руководит на малюсеньком участке, где там какой-нибудь капитан или лейтенант справился бы. А туда маршала бросили. Да, видите как. Хорошо ли это? Вот видите, вот разная оценка психологическая у женщин. Лишь бы плаху поставили, да? Мало ли, что он член политбюро. Деревеньку освободили. Вот так вот. Ну, вот интересный психологический этюд, между прочим. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго. До свидания.